Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 мая и вот эти свои огурцы для получения раннего урожая я высадила только вчера. Сегодня я вам их показывала, но сразу же, у меня еще даже пошаговое видео не все готово, как высаживать, но сразу же хочу сказать, на что нужно обратить внимание при выращивании огурцов. То есть, как сохранить, извиняюсь за грозные руки, как сохранить вот эти ранние посадки, потому что я уже говорила, что огурец, он нежнее, он капризнее томатов, и то, что можно вытворять с томатами, огурцы нам не прощают. Начнем все сначала. Они более теплолюбивы, они более влаголюбивы, и они более капризные, и вот этот перепад температур для них нежелателен. Как вот томаты я говорю, что я их могу выбросить в тоннель высадить, на улице 1 или минус 1, они там сидят. Я знаю, что они выживут про огурцы, я не уверена. Вот, начинаем. С самых первых дней, особенно если стоит жаркая погода, нужно смотреть, чтобы грунт у огурца не пересыхал. Когда пишут многие-многие, сейчас начнутся комментарии, что я вот высадила, у меня некоторые завязи отваливаются. Сейчас поговорим про все, про все вот эти наши казусы. И вот желтая каемочка, вот видите, расскажу сейчас про эту желтую каемочку на листьях. Когда отваливаются маленькие огурчики-завязи, это возможно. Сухой грунт, это возможно. Недостаток питания, то есть нежирный грунт. Если про томаты мы всегда говорим, что азот им не нужен, противопоказан, то огурец без азота, он не будет у вас завязывать столько плодов. Ну, короче, у вас вот эта завязь, даже если он самоопыляющий, вот видите, он сейчас уже, цветок будет с огурчиком, он отсветет, огурчик пожелтеет и отвалится. И возможно, чаще всего причиной это бедный грунт. Когда азота мало, листики у него будут маленькие, мелкие, завязи будет мало, некоторые будут отваливаться, так что они любят подкормку. Если вы хотите вырастить большой урожай, нужно обязательно или сразу, я вот вчера говорила, что у меня здесь почти один перегной, то есть азота ему здесь хватит. И обычно даже огурцы невозможно перекормить, это не томаты, жировать они не будут, это будет у них хорошо все. Во-вторых, так, влажный грунт, жирная земля или подкормки, все травяные подкормки, все азотосодержащие, все это огурец любит. Теперь вот про эти желтые каемочки. Когда у меня была рассада, у меня вот эти штрихи маленькие, когда появились, я сказала, что это верный признак, что в грунте, ну вот в рассадочном стаканчике, в рассадном не хватает калия. Но я в тот раз, когда видео снимала, я сказала, что я в стакан ничего, никаких подкормок добавлять не буду, я посмотрю, как поведет себя огурец после высадки в грунт. Если после высадки в грунт, если ему понравится этот грунт, всего там будет достаточно, у него начнут появляться новые листья, вот без этой желтой каймы, значит, все, я ничего добавлять не буду. Но если вот эта вот желтая каемка будет образовываться и на новых листьях, ой, у нас ветер, тогда, ой, маленькие мои, подождите, они не любят ветер. Вот еще одно, помидоры любят проветривание, огурцы ненавидят, они не любят сквозняки, они не любят ветер, им нужна тишина и повышенная влажность. Если томаты у нас любят сухо и проветривать, то эти наоборот, они поперечники у нас. Так, про что я про калии говорила? Если желтая каемочка вот такая будет и на новых листьях, значит, им не хватает калия. Но я думаю, что на новых листьях не будет каемочки, потому что при посадке я намешала туда золы. Зола поставляет калий, обогащает грунт калием, и я думаю, что все у них будет хорошо. Я их посадила с таким учетом, что я их не буду подкармливать. Насыпала рыбной муки, насыпала золы, побольше перегноя. И вот, чтобы, ну как, сохранить вот эти ранние посевы, и не только сохранить, но и получить хороший урожай, повторяю еще раз, нужно знать, что любит огурец. То есть, он должен быть не пересыхать обязательно. Если будет пересыхать, он может и сбросить плоды, и быть этими горькими, и даже крючковатыми могут быть от пересыхания, от нарушения режима полива. То есть, сначала вы несколько дней его поливаете, потом раз, перерыв, потом опять хорошо полили. Это он не любит. Должно быть умеренно увлажненный вот этот грунт. Так, влажность, тепло. И сейчас, на ранних периодах, если вы высадили, но температура вдруг ожидается меньше 15 градусов, обязательно закрывать, не тканами, полиэтиленом дуги выставлять. Знаете, что томаты могут и при 8, при 10 выдержать, огурцы меньше 15 градусов. При 14 градусах у него вообще затормаживается развитие. Он стоит в одной паре, корень может застудиться, и вообще он, как говорят, простынет, заболеет, и может даже умрет. Все. Вот это самое основное, что мы должны соблюдать. Не опускать температуру меньше 15 градусов. Если уж мы же не можем, как, как-то принудительно... Ой, блин, подождите, не закрыла на крючок. Ой, борьба, борьба с природой. Надо с той стороны подпирать эти двери. Короче, температуру ниже 15 не надо. Если ожидается, закрывать, поливать. Желательно в жаркие дни можно и опрыскивать. Любят водные процедуры. Не допускать, чтобы был сквозняк. Вот я сейчас пойду дверь закрою, и все будет хорошо. Все эти ваши плети будут увешаны огурцами. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok